Подлежит ли договор аренды государственной регистрации? Сегодня темой нашего выпуска будет регистрация договора аренды недвижимости. С вами я, адвокат Антон Лебедев, и так начнем. В силу пункта 2 ст. 609 Гражданского кодекса, договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законом. Вместе с тем, законом установлено, что договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, согласно ст. 651 Гражданского кодекса. Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, заключенные на срок менее чем один год, не подлежат государственной регистрации за исключением случаев, установленных федеральным законом. В соответствии с информационным письмом Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 1 июня 2000 года номер 53 о государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений, Согласно абзаца 2 пункта 6 ст. 12 Федерального закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, помещение, жилое или нежилое, представляет собой объект, входящий в состав зданий и сооружений. Нежилое помещение является объектом недвижимости, отличным от здания или сооружений, в котором оно находится, но неразрывно с ним связано. В Гражданском кодексе отсутствуют какие-либо специальные нормы о государственной регистрации договора аренды нежилых помещений. Поэтому к таким договорам аренды должны применяться правила пункта 2 ст. 651 Гражданского кодекса РФ. Согласно ст. 610 Гражданского кодекса РФ договор аренды заключается на срок, определенный договором. Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок. На практике у предпринимателей возникает вопрос о том, необходимо ли регистрировать договор, заключенный на неопределенный срок. Договор аренды, заключенный на неопределенный срок, в государственной регистрации не нуждается. Данная позиция также отражена в пункте 11 информационного письма Президиума Высшего Рабитражного Суда РФ от 16.02.2001, номер 59, обзор практики решения споров, связанных с применением федерального закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Более того, согласно информационного письма Высшего Рабитражного Суда РФ от 25.04.2014, номер 165, страна договора, не прошедшего необходимую государственную регистрацию, не вправе на этом основании ссылаться на его незаключенность. Поэтому собственник, переданного в пользование помещения, вправе требовать оплаты с арендатора, даже если такой договор аренды подлежал государственной регистрации, но не прошел государственную регистрацию в Росреестре. С арендатора может быть взыскано неосновательное обогащение в размере арендной платы, установленной таким договором аренды. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok